МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с той стадии, на которой мы находимся. Сегодня появилось сообщение о неком первом кандидате, неком первом желающем участвовать в конкурсе на должность мэра. Есть ли официально от него заявка и что происходит сейчас? Я бы, наверное, все-таки начал немного с предыстории. Как уже и озвучили, 2 августа действительно Красноярский городской совет принял отставку Сергея Васильевича Ильинина. И как раз после этого началась инициация о подборе кандидатур и о порядке проведения выбора. Как раз Красноярский городской совет поступило на направление как раз по составу комиссии, который будет определен, это мы говорим, 5 человек, будет определено Красноярским городским советом. Сегодня прошла комиссия по городскому самоправлению, как раз 5 человек мы с вами определили. Эти 5 человек были определены и уже еще будет проведена сессия на следующей неделе, где как раз данный состав комиссии от Красноярского городского совета будет утвержден. Также будет представлено 5 человек от губернатора Красноярского края до 18 августа текущего года. Эта комиссия должна быть сформирована. В составе 10 человек как раз, 5 человек от Красноярского городского совета, как я сказал, и 5 человек от губернатора. После комиссия приступает к своей работе и далее до 2 сентября будут приниматься заявления и документы от кандидатов на определение кандидатов на должность гражданачальника. И 8 сентября будет проведена комиссия уже непосредственно по отбору кандидатур на должность главы города Красноярска. И далее комиссия определит уже претендентов, которых должно быть по закону не менее двух, и направит уже свое решение на сессию Красноярского городского совета, где будет уже непосредственно тайным голосованием определен будущий гражданачальник. Давайте это прямо проговорим отдельно и зафиксируем. Комиссия, которая определяется сейчас, начинает определяться. Эти 10 человек, она не выбирает мэра, она отсекает кандидатов и выбирает какой-то узкий список. Их может быть минимум два. В прошлый раз их было четыре. Когда мы говорили про выборы 2017 года, когда впервые в истории конкурсным способом мы избирали главу Красноярска. Да, согласно закону у нас максимальное количество человек не определено, а минимальное количество определено. Как вы сказали, два человека. Да, действительно, комиссия будет рассматривать, ранжировать всех кандидатов по баллам, то есть по определенным критериям, которых более 19. То есть и каждый критерий будет оцениваться по 10-бальной шкале. Каждый представитель вот этой комиссии, член комиссии, будет вести свой чек-лист, после чего баллы будут суммироваться и определен уже итоговый рейтинг претендента на должность гражданчальника. То есть нужно минимальный какой-то набор пройти, и тогда мы уже поймем точное количество участников. Я думаю, это будет известно после 2-го как раз сентября, когда закончится уже возможность подачи заявления и подачи всех документов, которые должны предоставить те кандидаты, которые претендуют на должность главы города. Давайте немного поговорим о критериях. Конечно, все 19 перечислять, наверное, нет смысла, но самые важные и, может быть, самые интересные, какие-то отличающиеся от остальных. Давайте о них поговорим. Какие критерии к будущему мэру? Ну да, действительно, наверное, стоит обознать сейчас основные критерии, по которым, наверное, будет все-таки оценивать данная комиссия. А каждый сейчас зритель будет себя примерять? Да, конечно. Подхожу, не подхожу? Ну, действительно, первые и основные критерии будут направлены как раз и озвучены в своей программе социально-экономического развития города на ближайшие 5 лет, в которых действительно войдут первое предложение по развитию городского хозяйства, городской инструктуры, культурного потенциала нашего города. Будут также оценены личные и профессиональные качества каждого человека. То есть грамоты со школы надо было хранить, да? Да, у претендента и кандидата есть такая возможность, помимо тех основных документов, которые он должен предоставить на специальную комиссию, он может предоставить также дополнительные свои награды, либо дополнительное образование, либо ученую степень. То есть это тоже будет оцениваться и ранжироваться как раз членами комиссии, которая будет создана. А какие-то ограничения и критерии по полу, возраст, образование, гражданство, вот такого характера есть? Нет, ну, конечно, мы должны понимать, что кандидат на должность градоначальника это возраст, с возраста только 21 год. То есть, да, и далее мы уже понимаем, что фактически других ограничений минимально. Что должен кандидат непосредственно предоставить комиссии? Это первое, конечно, заявление, что он готов работать градоначальником и по установленному образцу, которые определены как раз в порядке о выборах на конкурсной основе главы города Красноярска. Далее он должен предоставить, ну, как минимум, свой паспорт и принести это заявление он должен лично. Также от него должна быть предоставлена декларация о доходах, которая направляется к губернатору Красноярского края. Сразу на входе в конкурс? Да, на входе в конкурсную комиссию. И вот я думаю, что одна из самых таких длинных справок – это справка об отсутствии судимости. Почему сейчас мы говорим, что еще прошло не так много времени, чтобы получить все необходимые документы и заявиться как раз на данный конкурс. То есть сейчас нет официально зарегистрированных кандидатов, несмотря на сообщение о том, что один человек публично заявил, что я участвую, но еще пока не донес документы? Опять же, сегодня прошла комиссия по городскому самоуправлению и сегодня мы уточняли, ни одного заявления пока подано не было в Красноярский городской совет. Напомню всем жителям, что каждый может принять участие и вся информация опубликована на сайте официального Красноярского городского совета. Если кому-то нужны какие-то разъяснения, специально выделена комиссия в Красноярском городском совете, которая разъясняет порядок выборов главы города и необходимый перечень документов в кабинете 114, всегда ждут. Какие-то обращения уже были? Я понимаю, что официально не зарегистрирован тот, кто собрал все, но какая-то активность от горожан? Кто-то приходит, интересуется, пытается подать эти документы? Да, активность она имеется и больше она имеется все-таки в электронной форме. Идут запросы на сайт Красноярского городского совета, где жители пытаются как минимум разобраться в конкурсной процедуре, и дальше уже принять для себя решение, готовы ли они поучаствовать в данном конкурсе. Процедура для нас хоть и новая, но некоторый опыт уже есть. С 2015 года мы без прямых выборов мэра, и в 2017 году руководители выбирали как раз таким способом. Давайте немного вернемся в 2017. Как много было тогда претендентов, чтобы нам хотя бы на это ориентироваться сейчас? И как происходила эта гонка в необычном формате? Что касается 2017 года, поступило 13 заявлений, было 13 кандидатов. На конкурсной комиссии были отобраны лучшие кандидаты, и уже вот данные лучшие кандидаты уже были представлены, и озвучили свою программу уже непосредственно на сессии Красноярского городского совета, где уже, как мы знаем, уже был принят как раз наш градоначальник, который 2 августа сложил полномочия, Сергей Васильевич Еремин. Мы знаем о том, что закрывается комиссия, как мы уже проговорили, ее работа. Дальше определяется вот этот перечень комиссии, работает какое-то время, выбирает финалистов. Что происходит дальше? Вот этот самый главный момент, когда комиссия свою работу сделала, как дальше выглядит развитие событий? Да, комиссия направляет своих отобранных кандидатов в Красноярский городской совет на рассмотрение и на сессии, которая ориентировочно должна состояться в конце сентября, после чего и будет принято решение о градоначальнике, происходит тайное голосование, отмечу как раз тайное голосование, где каждый депутат выскажет свое мнение о тайном голосовании. То есть может принять решение такое, которое отвечает его требованиям, интересам, интересам его избирателей и фактически после чего будет определен градоначальник. А чем обусловлена именно тайная процедура, именно такой формат? Очень часто горсовет голосует по разным вопросам, даже очень резонансным, и это часто происходит с публикацией данных, кто и как голосовал. Почему в этом случае это все-таки тайная процедура? Ну, все мы, наверное, понимаем, что это очень важное событие для города, которое определяет развитие города на ближайшие как минимум пять лет. И что касается вот именно тайного голосования, оно определено уставом города Красноярска. Это законодательный акт, поэтому здесь мы двигаемся вот в рамках законодательства, которое определено. Сама эта процедура, когда они только начали говорить, когда стало понятно после федерального закона, что прямых выборов не будет, очень много было споров о том, насколько это объективный способ выбирать кандидатуру и определяться с ней. Было много переживаний у горожан о том, насколько это честно по отношению к ним. Как вы оцениваете саму эту процедуру, и было бы, например, честнее с вашей точки зрения проводить все-таки выборы, чтобы горожане сами определялись с главой города? Я напомню, что касается процедуры, она законна. Она определена федеральным законом 131, региональным законом Красноярского края, ну и, как я уже сказал, уставом города Красноярска. Что касается все-таки именно прямых выборов и выборов на конкурсной основе главы города, я бы, наверное, сегодня обратил внимание на комиссию, которая сегодня прошла городского самоуправления и определены кандидаты. То есть мы сегодня видим, что кандидаты, именно не кандидаты, а члены комиссии, которые определили все фракции нашего городского совета, то есть представители фракции все разные. То есть мы говорим, что практически от каждой фракции есть его представитель. Поэтому мы опять же видим, что все-таки будет очень беспристрастная оценка тех кандидатов, которые заявятся на должность главы города. Есть в этой ситуации риск того, что будет оказываться давление на кого-то из депутатов горсовета? Не такое большое число у нас депутатов, и действительно, если такую цель поставить, можно это теоретически себе представить. Вы это себе представляете? Опять же, мы сегодня проговорили с вами, что у нас предусмотрено тайное голосование. И насколько бы у кого-то не было какое-то давление сверху, то есть каждый депутат может принять решение своего волеизведления и волеизведления своих избирателей. Так что я думаю, все-таки данная конкурсная процедура, которая пройдет и определит будущего главного начальника, она будет честна. Ну и в завершении вопрос к вам, как к человеку, который будет голосовать за кого-то из кандидатов, которые определятся уже в сентябре. На какие вещи вы будете обращать внимание, какие проблемные точки должен увидеть будущий городоначальник, о них сказать, чтобы для вас это стало чем-то решающим? Ну действительно, город Красноярск за пять лет пропадел, я считаю, громадный рывок в различных сферах деятельности, отраслях. И поэтому мы должны понимать, что будущий главного начальника должен обращать внимание на многие вещи. Ну прежде всего, он должен также, мне кажется, сохранять проактивный бюджет, который действительно у нас с 2017 по 2022 год вырос заметно. А самое важное для нас сократился долг города Красноярска. Это очень важное событие, которое вот за эти пять лет достигнуто всей командой и включая депутатский корпус. Поэтому проактивный бюджет, он должен сохраняться. Что касается мест нашего благоустройства и места, которые уже благоустроены, они должны содержаться в эффективных и хороших условиях, чтобы дальше приносить пользу жителям Красноярска. Также мы должны понимать, что у нас никакого резонанса не должно быть между левым и правым берегом. То есть вот эта тенденция, которая была выбрана ранее, она должна сохраняться. То есть никаким образом жители правого берега не должны чувствовать себя чем-то ущемленнее, чем левым. Мэр, он на всех один, на оба берега. Да, и он должен очень рассудительно подходить ко всем вопросам. Ну и, конечно, самое главное, я считаю, это большое внимание уделять инициативе жителей города Красноярска. Будем надеяться. Да, инициатива, она должна быть поддержана и простимулирована. Вот такой набор мы ждем от будущего городоначальника. Я надеюсь, после этого эфира нам с вами всем стало немного понятнее, что нас ждет в ближайшие полтора, а то, может быть, и два месяца. Как это будет происходить по опыту 2017 года. Это не всегда предсказуемая история, поэтому будем наблюдать и обсуждать в этой студии с гостями. Спасибо большое, Дмитрий Андреев, заместитель председателя комиссии по городскому самоуправлению. Спасибо вам за эту информацию. Ну а нам с вами остается следить за этим небольшим политическим сериалом, который называется «Выбор мэра». «Выбор мэра»